Привет, пивной ларёк там. А, всё, пока. Привет, Сайд. Привет, Кайдил. Что сегодня будет? Сегодня будем показывать всякие техники из Гарда Деларивы, проходы Гарда, концепцию Гарда, и свипы, и сабмишин. Будут секретные техники? Ну, у меня нет никаких там секретных техник, но постараюсь показать именно то, что работает, то, что я на соревнованиях применяю, и то, что работает. Мне кажется, это самое важное. Можно показать какие-нибудь прикольные приёмы, то всё, и забыть их на следующий день. Моя задача показать что-то такое, чтобы ребята потом, если будут отрабатывать это, будет работать, для меня это будет, знаешь, такая маленькое достижение. Мы тебе пришлём видеоотчёт, если это будет работать. Давай. Как вообще в России себя ощущаешь? Спустя сколько? 8 лет тебя не было? Да, 8 лет не было в России, честно сказать, ощущения очень странные. Вот вроде бы... Мне в камеру смотреть? Да, куда хочешь. Странно, когда с камерой разговаривают. Ощущения странные. Вроде бы всё изменилось, вроде бы всё осталось. Вот такое, знаешь. Но люди какие-то другие, все какие-то более как в Америке, занятые, у всех свои заботы. Вот раньше, мне кажется, чуть-чуть по-другому было. Ну, всё равно классно. Если солнца, дождя нет, прикольно. А ты в Америку из Москвы выезжал или из Чечни? Из Москвы. Я вообще 7 лет в Москве жил. А. Война была в Чечне. В 94-м... В конце 94-го мы с родителями переехали. И вот с того момента я как бы учился и жил в Москве. Окончил вуз и сразу уехал. Уехал на 3 месяца, застрял на 8. Вообще не было планов оставаться, когда уезжал. На что существуешь в Америке? В Америке я в основном тренирую... Ну, как бы... Вообще я тренирую жилицию, но это мне как бы не оплачивает. Ну, так иногда персональные тренировки там делаю и работаю на эссилии на данный момент. Хватает на жизнь? Хватает. Да, конечно, они не прям супер, потому что как бы соревнования, вот эти все путешествия забирают большие деньги. А так нормально. Хватает. В будущем зал открой лучше будет. Свой? Да, да, свой зал. Свой зал или если будет какое-нибудь хорошее предложение, то может так. А так вообще цель, конечно, свой зал. Отлично. Ну, ты, я видел, ходил по разным залам в Москве, к разным тренерам там поборолся с разными ребятами. Есть какие-то впечатления от залов, может быть, где бы все понравилось, или уровень наших ребят, тех же синих. Многие меня спрашивают, как тебе сравни уровень в Америке и здесь. Честно сказать, я не вижу такой большой разницы в уровне. Я бы даже так сказал, в плане духа и силы здесь лучше. Но, видишь ли, иногда трудно сказать, люди иногда вот так вот судят по тренировкам. Я считаю, тренировка это не показатель. Почему? Потому что раньше я думал, о, я поборолся с этим, он чемпион мира, я его выиграл. А я сам, например, не могу играть чемпионат мира. Потом думаю, как так? Я заметил, что есть люди, которые на тренировках проигрывают. Ну, не то, что проигрывают. Они учатся. Они не проигрывают, они учатся. И потом на соревнованиях они выиграют. И поэтому трудно сказать вот так вот. Знаешь, судить по тренировкам именно. Но в целом, если так, как бороться, я считаю, довольно-таки хороший уровень. Белые пояса точно намного сильнее, чем там. У нас просто белые бывают. Белые пояса, где уже мастера спорта или КМСники. Вот, поэтому в этом плане так. Но в плане техники я заметил, конечно, чуть-чуть отстают, если так не в обиду сказать. Есть, себя отстают. Но они могут за счет силы, я говорю, вот этой духовитости, могут иногда даже и техникум войти. Вот. А так, есть ребята вообще ничуть не хуже, чем там бразильские топы и то, наверное, просто у них больше стероидов и этих, как бы, опыта. Все-таки опыт играет роль, потому что многие начинают тренироваться с 12 лет. У нас не так рано начинают в основном. Ну, может, сейчас новое поколение уже пойдет. Вот. А так, в целом, честно сказать, я считаю, что вообще ребят с СНГ, с России, вот, большое будущее в джиу-джитю. Мне кажется, вот, новые поколения, которые пойдут, которые будут с детства с анимацией, конкретную жару дадут. Главное, просто, конечно, деньги нужны тоже туда ездить, путешествовать и все. Но вот у кого будут возможности, я думаю, будут показывать хороший результат. И стероида. Да. Ну, если ты молодой, я думаю, не надо. Ну, если уже начал позже. Ну, бразильцы, они почти все. Все топовые. Да, однозначно. Я просто многих и знаю по работе, я с ними общаюсь. Они все. На чем только можно. Вот. Окей. Ну, что, будем ждать сейчас семинар. Давай. Спасибо. И потом сами меняйте такую сторону. Я вообще не любитель размин. Просто для некоторых людей нужна, наверное, ну, ладно, так, сразу дрил. Потому что ты можешь и разминаться, и как бы выучить какую-то технику, уже отрабатывать, как бы улучшаться. Сколько времени класс средний занимает? Полтора часа. Полтора часа. В основном полтора часа занимает. И потом можно либо дополнительно дрил делать, либо бороться. Ну, уходят где-то в два часа. Потому что мы все равно боремся там после. Помимо тренировки? Или во время тренировки нет борьбы? Нет, во время тренировки есть борьба. Но бывает еще чуть дольше тренировки, и потом нам Лео говорит, все, типа, тренировка окончена, кому надо уходить, и остальные борются. Самый интересный, шкурный вопрос. Слышал, что в Штатах очень дорого дружиться. Дорого дружиться? Да, ну, сами тренировки. От 160 до 200 долларов. А, в целом, да. Ну, если ты, как бы... Там есть такая система, типа, контракт. На год делаешь контракт, как бы такая... Например, у Мендеса, ну, я думаю, самый один из дорогих в зал. Когда я там тренировался, стоило 200 долларов. Если ты на полгода планируешь тренироваться, стоило 220 долларов. По-моему, они долго дают. Не, нормально. Время поставлю. И этот, как бы... А если ты просто приехал, как, типа, визитер, то 360. Ребят, руки-други. Короче, чувак, я не буду говорить из какого клуба, приехал с папой, вот, и Мендесы с них взяли две штуки за две недели. Ну, за двоих, конечно, как бы. Ну, они сказали, что, типа, это две штуки стоят месяц. Они говорят, ну, нам же нужно две недели. Никого не интересует. Две штуки хотите... Ну, они захотели... Чувака звали Платон. Чувака? Нет, кстати. А Платоны же это чуть позже. Платоны, они где-то 2000-х годов, там, 2002-х годов. Они чуть-чуть позже пошли. Мироны, Платоны, Луки. У нас сегодня есть какие-нибудь Луки, Мироны, Платоны? Все? Нет, нет. Ты что? Ты хоть один бэнд у входа или Мазерати видел? Нет.